Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова. 228 случаев гриппа с начала нынешнего эпидсезона зарегистрировали врачи в Удмуртии. Из них 167 уже подтверждены лабораторно. Ситуацию, отмечают медики, неблагополучная. В сравнении с прошлым годом, в 2016, на начало января в республике еще не было ни одного случая гриппа. А нынче в разы больше и общее количество простудившихся. За эти праздничную неделю, то есть первую праздничную неделю, мы зарегистрировали около 5300 случаев заболевания гриппа УРЗ. Из них примерно 70% дети, конечно. И надо сказать, что в прошлый год, вот именно за этот период, праздничный период, за эту неделю было зарегистрировано всего 1300 человек. Наиболее неблагополучная ситуация на сегодня в Откинске, Можге, Болезинове, Гринском, Кесском, Якбудинском и Ярском районах. А в Вавожском районе ветеринарные врачи сейчас локализуют очаг другого опасного заболевания. На территории района выявлен случай бешенства. На обочине дороги местные жители заметили лося. Животное было сильно истощено и вскоре погибло. Лабораторные исследования подтвердили, лось был заражен. В этом году это первый случай. В прошлом году на территории республики было зарегистрировано 116 случаев бешенства. Специалисты просят во всех случаях выявления неадекватного поведения диких животных или их гибели вблизи населенных пунктов сообщать в местные ветслужбы. Бешенство очень опасно не только для животных, но и для человека. Управляющие компании, допустившие обрушение кровли одного из ижевских домов, установили сроки на выполнение всех восстановительных работ, а также обязали компенсировать ущерб жильцам, чьи квартиры пострадали от коммунальной аварии. Решения столь оперативно стали приниматься, как только в ситуацию вмешался глава республики. Елена Буховская продолжит. О том, как в эту рождественскую ночь ведра собирали воду, вспоминают пенсионеры Закировы. Они живут на третьем этаже 49-й четырехэтажки. То, что случилась большая авария в доме, жильцы поняли сразу. И был такой грохот, и думаю, что за мебель есть, и там уронили вверху. Не похоже, что вот такой грохот. И как вот взрыв получился. И у меня как это самое, думаю, что, ну сидела я, я никуда не побежала пока. Вода побежала, я оделся, поднялся, а там уже и сосед вышел, и смотрю, там воду убирает вообще, там несколько человек. Я удивился, я говорю, что, вот, говорит, с крышей. Ситуацию в этом доме под личный контроль взял глава Удмуртии. После осмотра поручил собрать специальную комиссию по чрезвычайной ситуации и оперативно решить проблему. По результатам совещания было принято решение режим ЧАЭС на доме не вводить и обязать управляющую компанию провести восстановительные работы в кратчайшие сроки. Режим ЧАЭС на данном доме вводиться не будет. Управляющая компания полностью возьмет на себя обязательства по выполнению работ на данном доме. будет восстановлена часть элементов кровли, которая была повреждена, а также выполнено усиление по всему периметру кровли. Ремонт кровли возьмет на себя управляющая организация. Уже сегодня чинить крышу пришла первая бригада рабочих. Известно, ремонт обойдется в 600 тысяч рублей. На починку три недели. В такой срок планируют уложиться коммунальщики. Кроме того, семья Закировых и хозяева еще нескольких квартир в верхних этаже этого дома сегодня могут рассчитывать на денежные выплаты. Компенсации пострадавшим, объеме сроки выполнения ремонтных работ как раз сейчас обсуждают представители управляющей компании. Сейчас в течение 7-10 дней будут готовиться обследования, проходить квартиры, определяться объем ущербов. И там же будем работать. Часть нам будет возмещаться страховодок. Ответственность у нас застрахована от причинения вреда третьим лицам. А представители госжилинспекции уже начали спецрейды. Специалисты проверят крыши жилых домов на наличие большого снега и состояние домовой кровли. Елена Абуховская, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Специалисты Роспотребнадзора прояснили, как быть с некачественным товаром, приобретенным за счет подарочного сертификата. Такой вопрос им очень часто задают в праздничные дни. Никаких особых условий здесь нет, заверили эксперты. Сертификат – это всего лишь форма оплаты и товар, поэтому можно также сдать или обменять. То же самое касается и услуг. Все, что касается подарочных сертификатов, граждане имеют право реализовать все свои права, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, то есть свои права как потребителя, несмотря на то, каким образом был оплачен товар. Нет особых законодательных норм и в отношении товаров, купленных со скидкой или на распродажах. Их также можно вернуть. Но все же специалисты предупреждают. Следует помнить, есть определенный перечень товаров, не подлежащий возврату или обмену. Он также определен законодательством. Сюда относятся, например, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия. Более 140 литров лосьонов, настойки и антисептиков изъяли сотрудники Роспотребнадзора во время рейдов. Проверки торговых точек начались в конце декабря. Напомню, постановление главного санитарного врача России. До 26 января ограничена продажа спиртосодержащей продукции. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в республике в основном изъятая продукция продавалась в небольших магазинах и ларьках. Продолжает работать горячая телефонная линия, куда можно сообщить о фактах незаконной реализации спиртосодержащей продукции. Звонки принимаются каждый будний день с 9 утра до 4 дня. Номера телефонов можно узнать на официальном сайте территориального управления. И к другим темам. Удмуртские учебники войдут в федеральный перечень Миноборнауки и юридический казус о школьной и национальной литературе в республике наконец-то будет исчерпан. Об этом заявил руководитель агентства печати информации и претензии прокуратуры о том, что удмуртский язык преподают по неправильным учебникам уже в прошлом. Эксперты дали добро, и теперь в регионе начали разрабатывать новые учебники на удмуртском языке. Учитель удмуртского демонстрирует свой методический арсенал новой учебники. А еще год назад прокуратура обнаружила, что эти книги не имеют экспертной оценки, а значит, учебниками быть не могут. Но теперь нервотрепка позади, гарантирует руководитель агентства печати. Сейчас абсолютно можно их назвать учебниками, потому что они прошли необходимую экспертизу. Там много нюансов. Там, чтобы, допустим, сдать, то есть необходимо предоставить необходимое количество планшетных компьютеров членам комиссии, для того, чтобы, собственно говоря, они могли продемонстрировать, им можно было продемонстрировать этот учебник. Сложная процедура экспертизы стала стимулом для развития национальной школьной литературы в республике. Все педагогическое и научное сообщество региона подключилось к разработке учебных комплектов. Получилось сразу две линейки учебников для начальной школы. Есть дети, которые в совершенстве, то есть знающие дети из удмуртских семей. Они преимущественно живут в сельской местности, а есть дети, которые желают изучать удмуртский язык. Поэтому в нашей школе присутствует и та, и другая категория учащихся, и мы используем эти учебники, и ту, и другую линию. Учебно-методический комплект – это книга и рабочая тетрадь для ученика, пособие для учителя и электронная версия. С ней были сложности. До этого мы не делали электронных учебников, и не было кадров. Нужно было, надо было искать программистов со знанием удмуртского языка. Надо было находить где-то макбуки, ноутбук, планшеты и так далее. Сегодня в республике начали разрабатывать новые учебные комплекты на удмуртском языке. Екатерина Перевозчикова собирает электронный учебник для седьмого класса. Полностью и тренажеры, и грамматический справочник, словарь делается, контрольные работы, аудиотексты. И в июле 2017 года уже эти пособия, насколько я знаю, должны пройти экспертизу. Финансирование проекта взяла на себя республика. Причем глава Удмуртии поручил Минфину увеличить поддержку национального книгоиздания. За два года вложено уже более 10 миллионов рублей. Ежегодно стали выделяться 8 миллионов рублей на проведение экспертиз учебников, метод пособий, рабочих тетрадей. Наша задача – продолжить работу по проведению необходимой экспертизы других учебников, аттестовать все классы. Первые 13 учебно-методических комплектов по изучению удмуртского языка и литературы войдут в федеральный перечень учебников Миноборнауки России уже в марте. Марина Баль, Василий Хогриков, телеканал «Моя Удмуртия». Стали известны места, где появятся купели для крещенских купаний. Всего по республике их будет полсотни, список опубликован на официальном сайте регионального главка МЧС. Спасатели в преддверии Большого православного праздника обратились ко всем жителям республики с просьбой соблюдать меры безопасности, совершать обряд купания только в специально оборудованных местах и ни в коем случае в одиночку ночью не выходить на водоемы и уж тем более не лезть в купели в нетрезвом виде. Подготовить купели обязаны местные администрации. Они же в ответе обеспечить безопасность в местах массовых купаний. И у меня на этом все. До встречи.